Добрый день! Это наше очередное видео, посвященное плагинам GMPI, разработанным нашей компанией. Сегодня мы рассмотрим плагин, который называется Дополнительные поля. Этот плагин предназначен для добавления новых полей на форму заявки, а также настройки условий их отображения. Давайте далее рассмотрим на примере. Для этого переключимся в интерфейс пользователя и откроем форму создания заявки. Первично условия отображения дополнительных полей зависят от категории заявки. Мы выберем категорию заявки «Предоставление прав доступа к информационной системе» и видим, что сразу же было добавлено новое дополнительное поле. Пожалуйста, введите подробную информацию и выберите название системы. Тут нам представлен выбор перечень систем. Например, выбираем GMPI, тут же отображается перечень еще дополнительных полей. Выберите уровень доступа. И тут представлен набор уровней доступа для GMPI. Если я выберу CRM, тут соответственно будут уровни доступа для CRM. И также, если выберу SharePoint, тут будет свой уникальный набор прав доступа. Выберем совместная работа. Указываем дату, с которой необходимо предоставить доступ. Также обоснование предоставления этого доступа. И в описании можно ввести еще какие-то дополнительные комментарии. И нажимаем «Создать заявку». Эти дополнительные поля отображаются не только на форме создания заявки пользователю, а также служба поддержки видит все эти дополнительные поля. Таким образом, получает информацию в более структурированном виде. Использование дополнительных полей на форме заявки позволяет адаптировать GMPI для обработки новых типов обращений, как в рамках IT-отдела, так и для автоматизации других процессов, которые могут быть даже не связаны с IT, такие как заявка на транспорт, на курьера, на закупку товаров и так далее. Далее рассмотрим более подробно, как организована административная часть этого плагина. Для того, чтобы использовать дополнительные поля в заявках, их для начала необходимо добавить в соответствующий справочник. Для этого нажимаем кнопку «Добавить». Нам предлагается на выбор 8 основных типов полей. Выбираем выпадающий список. Указываем, как это поле будет называться в базе данных, как название этого поля будет видеть пользователь и можем в примечании указать какую-то подсказку, в которой будет отображаться пользователю при заполнении этого поля. И также указываем на данный момент активно это поле или нет. Добавили. После того, как поле создано, мы можем также добавить перечень доступных для выбора значений в случае с полем выпадающий список. Это опция 1, опция 2. И можем указать, какое из этих значений будет в этом поле выбрано по умолчанию. После того, как поле и значения созданы, мы можем использовать его при настройке отображения. Для этого переходим в справочник категории заявок. Выбираем категорию, которая нас интересует. Здесь добавлена новая вкладка «Дополнительные поля». На ней мы указываем поле, которое хотим добавить для этой категории. Например, «Филд». Указываем, будет ли оно обязательное при заполнении и будет ли оно обязательное для решения. Также есть параметры «Зависит от». То есть мы с помощью этого параметра можем указывать, от какого другого дополнительного поля зависит отображение текущего. В данном случае это первое поле, поэтому оно ни от какого другого не зависит. Я добавил поле «Филд». Когда я буду добавлять следующее поле, уже в параметре «Зависит от». Я могу указать, что если поле «Филд» равно опции 1, то это поле нужно отображать. Или наоборот, если оно не равно опции 1. Набор этих критериев соответствует стандартному набору критериев GLPI. Таким образом, мы можем настраивать такие условия отображения. Рассмотрим на примере, который я демонстрировал в начале предоставления прав доступа. Здесь мы видим, что добавляется информационный блок, добавляется поле с выбором названия системы. Дальше, в зависимости от того, какая система была выбрана, отображается то или иное поле. Также отображается дата и описание. Дополнительно, мы можем использовать значения из этих полей при настройке бизнес-правил для заявок. Например, мы хотим, чтобы в зависимости от системы, для которой предоставляется доступ, у нас были различные исполнители. Для этого мы переходим в бизнес-правила для заявок. Выбираем новое. Здесь в критериях у нас доступны все наши дополнительные поля. То есть, у нас есть поле «Выберите название системы». И мы говорим, что если название системы равно 1С, например, или SharePoint, тогда в действиях мы можем указать соответствующего исполнителя, который отвечает за эту систему. Плюс ко всему, значения этих дополнительных полей можно добавлять в уведомления. И все участники заявки будут получать информацию, в том числе из этих уведомлений. Для этого в шаблонах по заявке предусмотрены соответствующие теги. Итак, мы рассмотрели все основные возможности данного плагина. Если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, пожалуйста, обращайтесь по контактам под видео. Буду рад на них ответить. Спасибо за внимание. Продолжение следует...